В эфире вновь утренний выпуск новостей на телеканале Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Здравствуйте. И прямо сейчас начинаем выпуск. Ежемесячную стипендию 11 тысяч рублей получат нетрудоустроенные пенсионеры и пожилые люди, которые хотят освоить новую профессию. Выплаты осуществляются в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Бухгалтер, библиотекарь, менеджер персонала. Эти профессии с нуля освоили 11 предпенсионеров с Лавгорода. Студенты пожилого возраста обучаются очно-заочно и дистанционно. По таким курсам обучения, как бухгалтер, управление персоналом и библиотечная информационная деятельность. И в августе мы планируем запустить еще группы с участием 18 человек, граждан предпенсионного возраста. Вся эта работа проводится для повышения конкурентоспособности такой категории граждан на рынке труда. Напомню, с начала 2019 года участниками проекта «Старшее поколение» стали 550 жителей Алтайского края. 213 человек завершили обучение и нашли работу. Познакомиться с культурой Китая смогут жители Барнаула. Вечер китайской культуры пройдет в Краевой библиотеке имени Шишкова 7 августа. В гости вечера узнают больше об одной из древнейших мировых культур – китайском образовании, миграции и достопримечательностях. Смогут даже поучиться китайскому языку. Параллельно будут работать еще несколько площадок. До 16 и старше – школа игры на гитаре и студия актерского мастерства. Начало в 18.00. Вход свободный. В третий раз любители музыки потяжелее соберутся на фестивале «Парк-рок». Он пройдет в Барнауле в парке «Спорт Алексея Смертина» 11 августа. Главная цель фестиваля – развитие музыкального движения Алтайского края и поддержки талантливой молодежи. В программу фестиваля вошли кавер-версии и авторские песни групп «Скайф», «03», «Парамарибо» и других команд. Всего их будет 11. Организаторы обещают только живой и качественный звук, музыкальное и световое оборудование высокого уровня. Стиль вождения и количество нарушений правил дорожного движения будут влиять на стоимость ОСАГО. Это одни из поправок в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Подробнее о них в следующем сюжете. Очередные изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности начнут действовать со следующего года. Соответствующие поправки разрабатывают в Госдуме. Законотворцы предлагают отказаться от территориального коэффициента, а также на мощность автомобиля. Пока что работает старая схема, где стоимость ОСАГО рассчитывается по сетке возраста и стажа водителей. В ней для каждой категории предусмотрена своя скидка. С целью повышения ответственности автолюбителей с получением полисового страхования и дает возможность изменения тарифа. Та сетка, она позволяет, конечно, регулирует все правоотношения относительно ценообразования полиса, за которым мы страховались. Но водители бывают разные. И в городе водители ездят аккуратно, спокойно. А на сегодняшний день он платит гораздо больше, чем те же водители, которые живут в сельской местности. Хотя сельские водители, приезжая в город, также становятся участниками дорожно-транспортного потока в городских условиях. При этом будет расширен тарифный коридор с января на 40% вверх и вниз, а с 1 октября 2020 еще на 30%. По сути, тариф станет практически свободным. Чтобы страховщики смогли оценить стоимость полиса, вводятся два новых показателя. Количество нарушений правил дорожного движения и стиль вождения. Это резкость торможения, ускорение, перестроение, а также частота и длительность использования автомобиля. Ослеживать характеристики езды должны телематические устройства. Однако в законе не сказано, кто их должен устанавливать в автомобиле и за чей счет. Стоимость одного в среднем 5-7 тысяч рублей. Здесь сейчас мы не до конца понимаем, на чье время ляжет покупка данных телематических устройств. Как это скажется на страховой компании, либо на бюджете наших клиентов. Тогда мы придется, скорее всего, увеличивать до максимальной, до определенной стоимости базовую ставку. Ведь в убыток себе никто не работать не будет. На главный вопрос, как уравняется стоимость страховки для горожан и сельских жителей, страховщики пока не знают ответа. Будет ли это за счет увеличения цены для одних или же понижения для других? По их словам, узнать это можно только в следующем году, когда поправки вступят в силу. Вадим Слюстрев, Анатолий Фукс, Денис Кузьменко. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова